Здравствуйте, друзья! С вами Антон Сарвачев. Спасибо огромное, что продолжаете поддерживать меня на Boosty. Там же присылаете вопросы. Ссылка на Boosty в описании под видео, закрепленный в комментариях. Там, в отличие от других соцсетей, сижу я и лично я общаюсь, отвечаю на вопросы и так далее. На Boosty. Добрый день, Антон! У тебя нигде нет ответа на вопрос, почему бабы в соцсетях всегда выкладывают фотки либо с большим букетом, либо с бокалом вина. И на фоне красивого накрытого стола. Не пойму просто, зачем они это делают. Элементарно, ватсом. Они набивают в себе цену. Они пытаются показать, что они востребованы на этом диком брачно-сексуальном рынке. Только и всего. Антон, привет! Часто смотрю твои видео. Спасибо за огромное за упорство, за права мужчин. Разреши тебе подкинуть идею для размышления. Я под впечатлением от разговоров за круглым столом по алиментам. Крайне удивлен, как долго и нудно пришлось добиваться этого заседания. Какого тщательного, скрупулезного процесса решения требуют депутаты и главы структур. Но вопрос, а где раньше были их принципы по подготовке опорных сводок прав, после которых люди столкнулись с такими несостыковками? Такое ощущение, что когда-то все решения принимались с бухты-барахты, а сейчас решили все просчитать и осознанно подготовиться. Я этот принцип часто встречаю на работе, когда в понедельник что-то решили скоропостижно. А через две недели этого никто уже не помнит и не делает, пока снова петух не клюнет. Но этот круглый стол, который у меня на Ютубе опубликован, это провело ЛДПР. И они провели это не для того, чтобы решать проблему, а для того, чтобы получить пиар. У них политика такая. Поэтому особого пиара они от нас с вами не получили. И, так сказать, окончательно желание хотя бы имитировать вид, что они решают какие-то проблемы, тем более в Семейном кодексе у них рассосалось. По поводу решений с бухты-барахты, которые принимались, нет. У нас с вами страна уже очень давно, еще и в советское время, была и есть матриархально феминизированная. Женщина, как говорит глава нашего государства и многие топ-чиновники, отношения особо и бережные. Исходя из этого, методично и скрупулезно все это принимается. Более того, уже давно и сейчас тоже в недрах нашей власти действуют различные фемино-лобби, которые входят многие дебютатесы, такие мордатые, злые и ненавидящие мужчины. И они пробивают и пробивают, кроме дна, еще и различные законы, которые ухудшают нашу с вами жизнь прежде всего. И по остаточному принципу, рикошетам, еще и жить женщинам. И вообще в целом ситуация в стране. Но всем на это плевать, потому что это фем-лобби, оно очень сильно в нашей стране. И поэтому никаких решений с бухты-барахты не принималось. Все методично, все четко принимается и ухудшается. Одни силы хотят, чтобы у нас, так сказать, пошла смута, бунт. Другие силы, им вообще плевать, им лишь бы мужиков загнобить, уничтожить. Вот эти силы сейчас действуют сообща и пытаются еще больше закрутить гайки, что называется, чтобы сорвало резьбу окончательно. А другие какие-то силы или оклосилы, ну типа те же самые ЛДПР, да им просто плевать. На нас с вами. Главное пиарчик у себя хайпануть, хоть немножечко, хоть щуточек. На этом, конечно, это нужно учитывать, на этом, конечно, нужно играть, что я и пытаюсь делать с вашей, прежде всего, помощью. Далее. Считаю, я считаю, это новый вопрос. Я считаю, что все проблемы по алиментам и отчуждению это следствие слишком легкого, неосознанного вступления в брак и слишком мало ответственности на людях. В наших современных условиях необходимо прибегнуть к фабуре сценария фильма «Одам женится на Еве». Я считаю, нужна строгая комиссия по браку в сочетании и приставы по районам, которые бы вели семьи и непредвзято бы следили за их жизнью, чтобы в случае каких-либо изменений был обязательно определен виновный. По всем строгостям было бы наказание и ответственность. И пусть бы в таком случае семей было бы, может, и меньше, но зато их качество повысилось. Нужен кнут, короче говоря. Пока можно лихо бежать в ЗАГС и за 800 рублей состряпать себе муженька и иметь вид на его бабки. И дальше будем разбирать все закривульные последствия от хитрых промыслов баб. «Что ты об этом думаешь, Антон? Буду рад даже краткому твоему ответу. Ты занятой человек. Удачи тебе, терпения, спасибо». Я против того, чтобы государство лезло в семьи в любом его виде. Я за то, чтобы у нас, и мы с вами этим занимаемся, чтобы у нас поменялось ментальность и отношение мужчин прежде всего к браку. Женщины к браку, к семье, относятся как к выгодному делу. Там они получают детей, там при зарегистрированном браке они получают соцгарантии, там они получают алименты и так далее. Нужно, чтобы также к этому относились и мужчины. Ровно точно так же. И мы бы с вами определили, что лично мы получаем браки. Пока что ничего, только иллюзию какого-то контроля над женой. Иллюзию – ключевое слово. Типа застолбил ее с помощью государства. Вы не поверите, многие мужчины именно за этим брак идут, чтобы прям застолбить вот эту бабу конкретно. Потом удивляются, почему она изменяет, она алименты его ставит. И дети, оказывается, не его. И государство должно быть нейтрально, не феминизировано матриархально, как сейчас, вопреки Конституции, а нейтрально. И чтобы мужчины, как и женщины, пользовались законодательством в своих интересах. Это и есть правовое государство. Я хочу правовое государство. Я хочу, чтобы у нас мужчины, прежде всего, не дискриминировались на уровне законов, вопреки пункту 3 статьи 19 Конституции. У нас десятки и сотни законов, в которых мужчины дискриминируются. От пенсионного возраста и службы в армии до семейного кодекса и чего угодно. Про уголовный кодекс и уголовно-процессуальный я уже вообще молчу. Амфемистки даже признают, что это сексистки в отношении мужчин кодекса уголовно-процессуальный, но они называют это позитивной дискриминацией. Говорят, вы же чего за это боритесь, это вам оно надо. Поэтому я вот исключительно за это. Напомню, что, например, в той же самой Библии у Христа спросили, а вот как Моисей, это пророк великий, вот он вот разрешил разводиться, разводное письмо писать. Он Моисей. И Христос ответил, что по жестокосердию вашему он разрешил разводиться, потому что жены убивали мужей, а мужья жены. Поэтому если мы ужесточим вход и выход из брака, то это может привести к другим неправим последствиям. И в древности древние евреи убивали друг друга. Там развестись было совсем непросто. Как, кстати, и жениться. Ну вот, люди выходили из брака таким способом. Поэтому тут, если выбирать между убийством одного и супруга другого и легкостью разводов и алиментов, я определенно за легкость развода. Нужно понимать, я про это часто говорю, что брак это про социальные гарантии, брак это про деньги, про финансы, про семейный бюджет, все. И нужно, чтобы мужчины это поняли и перестали мешать какую-то эфемерную любовь, которая у них про Мишушей сидит, из сериалов, книжек и всего остального, и рассказов Манки. И такое ответственное дело, как брак. Перестали мешать любовь и бизнес, любовь и брак, любовь и все остальное. Любовь любовью, секс сексом, а семья семьей. И зачастую эти три области вообще могут не пересекаться. Не я придумал поговорку, что в браке секса нет. Семья семью, а брак браком. Это вообще четыре разные области. Брак, семья, семья может быть не зарегистрирована, брак, брак может быть не создавать семью и так далее. Причем здесь любовь и секс, это уж вообще разные вещи. Нужно вести порядок у себя в голове, все четко разложить по полочкам. И, соответственно, жить. Жить и пользоваться тоже. Во-первых, изменять законы, чтобы они для всех были равны. И пользоваться ими. Вот за что лично я выступаю. Что вы думаете по всему этому поводу? Пишите в комментариях под видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч!